Из-за вулканического пепла в Северной Европе отменены сотни авиарейсов. Закрыты аэропорты Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Отменены рейсы во Франции, Великобритании и Швейцарии. Воздушное движение в Великобританию и Скандинавию нарушено. Эту неутешительную надпись пассажиры вынуждены читать на информационном табло. В среду в Исландии произошло второе за месяц извержение вулкана, расположенного под ледником. Раскалённая магма вытекла на лёд. В результате с паром в атмосферу поднялись огромные клубы пепла. Столб дыма поднялся на высоту 6 километров. Ночью облако пепла стало быстро распространяться на юго-восток. Вулканический пепел находится в верхних слоях атмосферы и не представляет угрозы для дыхания человека. Но при этом он опасен для двигателей самолётов на высотах около 10 тысяч метров. «Сказали, что рейс в Шотландию отменён. Но ведь самолёт летит на высоте 10-11 тысяч метров над землёй, а также можно лететь ниже облаков. Тогда чем вызвана эта задержка? Я думаю, что это ужасно. Это позор». В 1982 году у аэробуса британских авиалиний отказали все двигатели, когда он вошёл в облако пепла над Индонезией. Самолёт стал падать. Экипажу удалось перезапустить двигатели. Выбросы пепла опасны для турбин. Пепел при высокой температуре может расплавиться в авиационных двигателях, а затем снова отвердеть и повредить механику. Выбросы пепла и песка также могут вызвать проблемы, оседая на крыльях самолёта. «Воздушное пространство в Северной Швеции закрыто, а трансатлантические полёты стали совершаться по более длинному маршруту на юг, чтобы избежать встречи с пеплом». Пока неизвестно, как долго продолжатся задержки рейсов, вызванные луканическим пеплом.